Друзья, всем привет! Вот и наступил 2023 год. Хочу вас всех поздравить с новым наступившим годом, пожелать в новом году крепкого здоровья, больших трофеев, хороших качественных снастей и чтобы рыбалка вам приносила исключительно удовольствие. Такой вот запоздалый топ вуглеров по сезону 2022, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. Но прежде чем смотреть этот топ, я хотел бы поделиться своими условиями ловли, где я применял этот топ, потому что многие блогеры, которые снимают тот или иной топ приманок, они почему-то вот забывают упоминать о условиях ловли, хотя это, я считаю, одна из ключевых ролей. Поэтому прежде чем что-то покупать из этого топа, предлагаю ознакомиться с условиями ловли. Если ваши условия схожи с моими, то, несомненно, советую что-нибудь приобрести. Ловлю я на малых реках шириной от 15 до 50 метров, глубины реки от полуметра и до пяти. Свалы, бровьки, коряжник, все это присутствует. Отсутствие течения затончики, небольшая тяга и какие-то быстряки. Если ваши условия схожи с моими, если вы рыбачите на таких же малых реках, то можете смело заказывать приманки из этого топа. Я уверен, что они принесут вам большое удовольствие. Ну а теперь не буду затягивать, перенесемся в режим говорящие руки и продолжим. Погнали! Ну что, открывает наш топ легендарный в кругах твичингистов воблер под названием Z-Baits Orbit 110 SP. Это у меня оригинал. У многих он входит много лет подряд в топ-3, но в связи с тем, что в этом году я его ставил только на двух рыбалках, руки не доходили, ну в принципе, можно сказать, реализация у него стопроцентная. То есть, из двух рыбалок на обоих он у меня ловил. Отличный воблер. Классика твичинга. Не убавить, не прибавить. У каждого твичингиста, я считаю, этот воблер должен быть как минимум в коробке, а как максимум использован на каждой рыбалке. Твичил я этим воблером на спиннинге MixDX с тестом 10.542. И несмотря на то, что спиннинг достаточно коловой, он неплохо ловил рыбу. Поэтому миф о том, что Orbit лучше всего раскрывается на мягких спиннингах, я его давно разрушил. То есть, он отлично ловит и на жестких палках. Проводка классическая. Рывок, пауза, два рывка, пауза. Также можно добавлять протяжки, задавать сильный рывок на месте. То есть, он иногда разворачивается, когда придаешь импульс. В общем, с ним можно сделать все, что угодно. И он уже воблер с историей, можно сказать. Потому что была крайняя осенняя рыбалка. Это вот как раз третья по счету, когда я вытащил его из коробки. И подул неудачный ветер. И он полетел на дерево высоко-высоко. И там остался. И вот пришла зима. Я взял в руки бензопилу и поехал его спасать. Как проходила спасательная операция, вы сейчас увидите на своих экранах. Вот и все, друзья. Да, ну тут без шансов было на отцепление. Вот смотрите, какой сочный цвет, друзья. Просто, просто шикарный. Следы от щуки вот уже имеются. Ну а мы переходим к девятому месту. На девятом месте два тоже вот таких вот замечательных воблера. Это диповые воблеры от компании Цуёки. Кто увлекается диповым твичингом, рекомендую к приобретению. Это вот осенняя такая, можно сказать, диповая классика. Драга 130 МР. Идет она 3 с небольшим метра. И Цуёки Мовер 128 тоже МР. Свою рыбу они ловят. Причем рыба на крайних рыбалках, когда я их ставил, уже была довольно такая капризная. Вода была очень холодная. И тем не менее, вот эти вот два бойца мне приносили уловы. Поэтому заслуженное девятое место Цуёки Драга 130 МР и Цуёки Мовер 128 МР. Опять же повторюсь, кто увлекается глубинным твичингом, всем рекомендую. Восьмое место. Тоже бюджетный воблер. На сей раз от компании Алблю. Это воблер с Алиэкспресс. Это Киетсу Китетсу 115 СП. Как все узнали, это копия на 115 этажайнер. Я его использовал этой осенью на береговых рыбалках, где была большая вероятность оторвать воблер. И на этих рыбалках он приносил мне рыбу. Отлично ловит. Ничем не уступает оригинальному этажайнеру. Оригинальный этажайнер у меня тоже имеется. То есть копии мне даже иногда нравятся больше, чем оригинал. Поэтому, кто хочет рабочий воблер, рекомендую к приобретению. Этот воблер занимает горизонтальное положение в воде. Копия от медведей. Чуть-чуть наклон под 45 градусов. Ловит и тот, и тот. Восьмое место. Это шайнер от Алблю. Седьмое место. Классика. Еще одна классика твичинга. 115-й Макс Квад. И 128-й Макс Квад. Много уже было обзоров снято на эти воблеры. В принципе, ничего нового я не скажу. Воблеры действительно. Классика твичинга. 115-й мне нравится. Чуть-чуть побольше. 128-го. Он такой более верткий. Начинает рыбу ловить немного пораньше, чем 128-й. 128-й я уже использовал для поздней осени. Ноябрь месяц. А этот малыш с августа и по ноябрь тоже прекрасно работает. Поэтому у любого уважающего себя твичингиста тоже как бы эти классики должны быть в коробке, я считаю. Заслуженное седьмое место. Макс Квады. 115-й и 128-й. Шестое место. Шестое место. Воблер от Megabass. Это Megabass One10 Max LBO. 135 мм. Система LBO на шарикоподшипниках. Вы видите такое вот приплюснутое тело. Толстенький хвост в стиле Megabass'а, чтобы эта система LBO исправно работала. Воблер очень понравился. Очень шикарный у него роллинг за счет вот этой вот плоской формы тела и высокой. Работает как на равномерной проводке, так и на одиночных рывках. На классических рывок два удара пауза. То есть воблер ловит и окуней, и щук. Действительно воблер получился, я считаю. И кто рассматривает покупки, обязательно за зиму приобретите. Воблер мне действительно понравился. Но по поздней осени показывает более скудные результаты. Наиболее раскрывается в сентябре, в начале октября. Ну и пятерка лучших. В пятерку лучших ворвались воблеры от Саши Шамарина. Все доставать я не буду. Больше всего понравились его модели. Это Пайк Хантер. Это вот конкретно 115 модель. Есть такая же 128. И Дракула. 130. Вот как бы эти классические модели лучше всего у меня ловили рыбу. Из года в год они показывают стабильные результаты. Когда оригиналы не ловят, эти воблеры бывают, провоцируют щуку на поклевку. Не знаю, чем они ее берут, но поклевки бывают настолько жадными, что иной раз делу даешься, что вроде бы казалось, щука совсем не клюет, а здесь она начинает просто жадно клевать на эти воблеры. Пятое место Саша Шамарин. Четвертое место уже всеми знаменитый Реализ от компании Дуо. Это 130 размер у меня. Реализ 130 SP. Мне именно нравится из всей линейки 130 размер, потому что я больше всего люблю большие воблеры. Отличный воблер. Тоже можно сказать классика. Классика твичинга. Работает в основном на агрессивных проводках. Не зря написано на нем Jerkbait. Любит одиночные сильные удары, паузы, сильный двойной удар. Иногда работает на протяжках. То есть воблер действительно может поконкурировать с такими именитыми воблерами, как OSP Rudra. И ничем ей не уступить. Так что всем, кто думает купить или нет, всем рекомендую к приобретению. Ну и тройка, друзья. Как же без них. Все уж доставать не буду, которые у меня в коробке. То есть это знаменитая Rudra 130 и 110 воруна, друзья. Воблеры легенды уже можно сказать. Ворунка у меня работает с августа по ноябрь. Ну а Rudra в более поздние такие месяца, так скажем, когда вода уже подостывает, включается вот в работу. Она прекрасное, прекрасное покрытие. Глянец не облетает. На эту Рудру поймано много щук. И вот она вот практически как новая. Камера, не знаю, передает. Нет точки, следы от зубов. Но на теле очень много точек. Матовые, чуть похуже. Видно, что много следов. Ну, матовый цвет, он всегда такой. Глянцу вообще вопросов нет. Классика, что про нее говорить. Работает абсолютно на любых проводках, но ее фишка это сильные удары. Одиночные и сдвоенные. То есть, именно как говорят, полупить по воблеру. Вот это касается конкретно Рудры и Воруны. Любит она жесткие удары. И максимальная красивая игра раскрывается именно на жестком рывке спиннинга. Так что, если у вас не ловит Рудра, поменяйте спиннинг на более жесткий, применяйте агрессивные удары, и я думаю, у вас с ней все получится. Заслуженное третье место. Второе место, друзья. Второе место воблер, который, наверное, все думали, что будет у меня на первом месте. И это действительно было бы так, если бы не небольшое чудо, которое сделал тот воблер, который занял первое место. Это Jackal Rerange 130MR. Занимает он вторую строчку нашего топа. Вот вы видите, был абсолютно новый воблер, как его просто изгрызли щуки. Просто до неузнаваемости. Покрытие, сразу скажу, у шакалов в последнее время так себе, но в уловистости это никак не сказывается. То есть, этот воблер за сезон поймал, ну, в районе 50 щук, наверное, за эту осень. Ну, вот за 50 щук вот такое покрытие. Сами смотрите, хорошо это или плохо. Щуки были как шнурки 400-граммовые, так и самую большую он поймал в этом сезоне на 2,5 килограмма. То есть, больше 2,5 в этом сезоне он мне не поймал. Вот так вот. Краска на пузе отлетает хлопьями. Но я говорю, что уловистости это не мешает. И в подтверждение своих слов я заказал на случай потери точно такой же воблер. Вот он у меня новый. Это как дублер. Вот тоже 130 МР. Просто кто-то может подумает, что я наговариваю о его уловистости. Но если бы я вас обманывал, я бы не купил второй такой же новый. Действительно классный воблер. Все, кто сомневается, рекомендую к приобретению. Кстати, очень хорошо работает на легких коротеньких рывочках. Не нужно его лупить, нужно лишь задать немножко импульса. Короткий рывок спиннингом и воблер сам уже начинает играть. Коротенькие рывочки, паузы, подтяжки и воблер начинает просто выкашивать осеннюю щуку. Второе место реренж 130 МР. Ну и первое место, друзья, кто бы мог подумать, да, это вот такой вот кренг от компании Итума. Компании Итума, они ушли с российского рынка и достать сейчас их продукцию очень становится сложно. Это Самбо 400F. Размер у ней 60 миллиметров и заглубление порядка 4 метров. Диповый кренг. Не каждому он подойдет, друзья. Хочу сказать сразу, что если в вашем водоеме нету глубин хотя бы 3-3,5-4 метра, то смысла брать его нет. Но если же у вас есть перспективные участки с такими глубинами, свалы, ямы, обратки, то этот кренг он будет у вас творить чудеса. я его поставил на первое место, потому что он принес мне самую большую щуку на 4 килограмма в этом сезоне. Причем он до этого ловил полторашек, двушек в том году. Мы с женой выиграли соревнования на запрессованной реке благодаря вот ему, правда он был в цвете мотайгер, тоже он поймал победную щуку на запрессованной речке. Ну а четверку он выловил в том месте, где 7 спиннингистов просто молотили одно место джигом заброс за забросом вдоль и поперек и вот этот малыш с бровки снял пятнистую красавицу на 4 килограмма. Его фишка в том, что у него очень низко амплитудная игра, он раскачивает боками, очень низко частотный шум, который нравится щуке. Здесь несколько шаров, один большой и немножко маленьких для придания звукового эффекта. И вот такая в совокупности шумовая камера очень приманивает рыбу. но фишка здесь не только в шуме, но и в том, что этот толстячок, когда идет и касается своей большой лопастью, а какое-то препятствие, он непременно начинает провоцировать рыбу на поклевку. Не может щука устоять перед этим толстячком. И предлагаю посмотреть ролик с его участием, как поймал эту четверку в полном экране. Первое место Ituma Sambo 400F. Пробуем. Да не надо подсак. на крэнк кто-то подсел смотри он прям против сечения прет вообще не подымается. Да не надо подсак, что-то игрушечный подсак убери его. Выбери убери. Кто-то серьезный единиц. Может сомик даже. не матерись на штук камеру подсак 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 стас ты бы убрал я смотрю куда его вывести щука смотри какая хорошая это друзья трешка минимум это треха минимум крэнки что животворящее делают блин тут не надо торопиться давай потихоньку твоя твоя не твоя и ладно но она хорошо купила с ударом какая 2 тут трех подожди я сам возьму какой может четверка даже подожди уйди уйди нет нет не суетись Денис я возьму сидит хорошо вроде палочка как отрабатывает там струя придется здесь брать не надо ничего не надо она сейчас устанет держусь не надо не надо не надо сильная на струе сил на струе сил много она ее рывком еще да красавица внутри 925 короче ну вот такой вот топ приманок получился друзья спасибо вам всем кто досмотрел это видео до конца надеюсь что понравилось кому понравилось подписывайтесь на канал будет еще много интересных видео ну а мы увидимся в следующих выпусках спасибо за просмотр всем пока